Я, наверное, буду выступать на русском. Я успел заметить, что… Нормально? Я успел все-таки заметить, что… Да, большинство МФО все-таки русскоязычные, поэтому синхронный перевод все равно уже у нас есть, поэтому, я думаю, всем поймут. Меня зовут Евгений. Я сегодня вам постараюсь рассказать о каких-то новых технологиях, в том числе на микрофинансовом рынке, о том, что сегодня происходит на микрофинансовом рынке. То есть последние новости, которые сегодня уже коллеги упоминали. То есть хочу отдать свои точки зрения на них. И вот, собственно, давайте начнем с того, что вспомним еще 3-4 года назад ситуацию на микрофинансовом рынке, когда мы жили практически как в раю. То есть проценты роста составляли 50-100 в год, и это было нормально, было множество возможностей, и так далее. Что мы имеем сегодня? Сегодня рост в 10-20-30% считается вполне даже очень хорошим. То есть многие МФО находятся на грани выживания. То есть многие МФО по странам СНГ, скажем, Грузия, Казахстан и так далее, начали закрываться из-за увеличивания требований регулятора. То есть ситуация достаточно сильно изменилась. И сегодня я хотел поговорить о нашем взгляде на этот рынок, на то, что с этим можно делать на этом рынке, как с точки зрения нового голубого океана, то есть и как можно выживать, и не только выживать, а увеличивать свою прибыль в условиях меняющегося и ужесточаивающегося регулирования. Но вот сегодня уже несколько раз обсуждали, то есть мы знаем, что либо даже до нового года, либо в начале следующего года, то есть ставка в России с 2% упадет до 1% в день. Достаточно плохая новость для МФО, в том числе и онлайн, и оффлайн. И как-то придется с этим жить, и что с этим делать. С другой стороны, в Казахстане мы знаем, что с этого лета лендеры живут в условиях ставки 0,27% в день и как-то умудряются выживать. В Грузии совершенно другая история. То есть до этого им опустили ставочку до 100%, сейчас, по-моему, сказали 50%. В Соединенных Штатах недавно были приняты поправки некоторым законом, и со следующего года регулирование еще ужесточится. И в принципе, эта тенденция в мире происходит практически повсеместно. И что с этим делать, и как выживать, вот как раз я сегодня и хотел обсудить. Что в основном делают игроки на рынках бывшего СНГ? Прежде всего осваивают новые рынки. Бразилия, с этой точки зрения, выглядит неплохо. Южная Америка, Мексика, страны Азии. То есть многие из инфо пошли туда, и в принципе, я думаю, правильно сделали. Некоторые пытаются разговаривать с регулятором, но это такая история. Не мне вам рассказывают. То есть этот разговор иногда похож на такое, как разговор со стеной, поэтому не совсем это эффективно. Некоторые делают новые продукты. Многие кинулись в инсталлменты, но это тоже такое себе альтернатива, потому что это уже больше долгосрочные суды, это уже больше банковское такое поле. То есть там нужны другие ресурсы, другой стоимости и так далее. То есть, ну, тоже. А как сегодня уже, опять же, обозначали, то есть многие нанимают юристов пачками, то есть переводят заскание не только из телефона, то есть переводят это в легал, пытаются создать новый поток от должников. И в принципе, кому-то это удается. То есть, ну, тоже. То есть мы знаем, что есть законы коллекторской деятельности, и многие достаточно прижимают за это. Что если есть другой выход? Что если в этих условиях можно не просто выживать, то есть, а наращивать свою прибыль? Я говорю о технологии краудваучинга. Это, собственно, компания наша, Шуретли, занимается краудваучингом. Это технология, когда под каждую суду, под каждый займ в онлайне привлекается, как бы много поручителей, которые в случае дефолта основного заемщика возвращают этот займ, собственно, лендеру. Соответственно, как бы все наши партнеры, которые сейчас на данный момент есть, могут быть уверены, что все займы вернутся им обратно. Это как в той фразе, да, то есть как бы все долги будут оплачены. В технологии краудваучинга заемщику не обязательно просить своих друзей или родственников поручить за него. Компания, собственно, подберет поручителей независимых в онлайне и, собственно, они будут отвечать по этому кредиту в случае дефолта основного заемщика. За это, безусловно, заемщик заплатит некоторую плату от 5, скажем, до 20%, и это будет заработок этих самых поручителей. То есть они, естественно, делают это не просто так. Как все это происходит? Когда мы интегрируемся с лендерами, были бы это P2P площадки, MFO, банки, да, то есть мы получаем от них данные заемщика, которые размещаем в своем мобильном приложении, и, собственно, независимо поручители уже могут принять решение, да, то есть за кого поручаться, какой суммой или вообще не поручаться, например, из-за этого человека. Далее, когда мы собираем всех поручителей, да, то есть там суда выдается, если она вернулась, если сам заемщик вернул, то цикл сделки, собственно, закрыт. Если он не вернул, то мы списываем эти деньги с поручителей и таким образом возвращаем сумму займа обратно, собственно, лендеру. Ну, здесь, наверное, вопрос очевидный, зачем это для лендеров. То есть мы, вернее, лендер полностью забывает о всех дефолтах. Да, конечно, ставка как бы становится ниже. Мы просим снизить ставку. Да, и ЦБ говорит, что как бы обеспеченные суда там совсем другая там поиска. Но, в принципе, как бы то, что нет никаких дефолтов, это важно. И второе самое, наверное, второй по важности – это то, что цена ледается на выдаче, то есть существенно падает. То есть, например, раньше, если вы там из 100 суд могли одобрить там, скажем, всего 20, остальные 80 у вас не проходили по скорингу или так или иначе, то после этого вы можете одобрять там, скажем, 40 или 50 процентов займов и можете быть уверены, что они вам вернутся. Что это значит для вебмастеров, для CPA бирж и так далее, которые, я надеюсь, есть в этом зале? Это значит, собственно, новый оффер, достаточно такой конкурентоспособный. Ставка по таким кредитам, например, в ОСИ по таким займам, то есть 0,33 процента в день, что, в принципе, где-то в 6 или в 7 даже раз ниже, чем среднерыночная ставка сейчас. И поэтому достаточно выгодное предложение для заемщика. И еще раз повторюсь, здесь и конверт будет совершенно другой. То есть в 2-3 раза выше будет конверт, и, соответственно, эффективность работы отдельного взятого вебмастера будет выше. Вот, в принципе, пока мы говорим, вы можете найти в App Store или в Play Market наше приложение, скачать его, посмотреть всю эту механику, как это все происходит. можете представить себя поручителем, даже не обязательно регистрироваться, можете запустить демо и попоручаться за демо-заемщиков. Посмотреть всю эту механику, посмотреть как бы вот как раз взаимодействие цифр. И в конце встречи, если кто-то успеет попоручаться, то есть там, в принципе, такой ускоренный немножко режим, то есть там за 10 секунд проходит день, то есть такая как бы эмуляция. Можем в конце моей речи обсудить, какие результаты есть. Как мы интегрируемся? Ну, здесь все достаточно просто и классически. Самый простой, наверное, способ – это мы интегрированы с основными кредитными конвейерами, с которыми работают онлайн-инфо в России. Это SaaS Credit Sputnik, то есть клиенты этих организаций могут поручить уже наш сервис из коробки, то есть, в принципе, в течение нескольких дней вы можете потестить нашу технологию и понять, подходит она или нет. Собственно, если у вас собственное программное обеспечение, то вы можете интегрироваться через наш стандартный API либо через Software Development Kit, собственно, который как бы есть для всех основных языков программирования. Да, кстати, про орбитажников. Мы не случайно приехали именно на эту конференцию, потому что тоже заинтересованы в партнерах CPA и арбитража, потому что оффер будет немножко нестандартный для этого рынка, поэтому мы заинтересованы в веб-мастерах и CPA-биржах, которые могут поставить стабильный и хороший трафик для наших партнеров микрофинансовых организаций. Поэтому, если есть интерес, давайте обсудим. Два слова о нашей компании. Зарегистрированы мы в США. Офис разработки у нас находится в Новосибирске, то есть команда разработчиков, маркетинг, юрист и так далее. Работаем мы сейчас на рынках России, Казахстана, Соединенных Штатов. И вот недавно вышли в Мексику, заключили, ну вернее уже сделали совместное предприятие с таким большим игроком на местном рынке, как Кюпагас, и начали интеграцию с уже мексиканскими Info, и вот планируем начать выдачи в Мексике где-то в начале следующего года. У меня все. Я подозреваю, что навряд ли вы успели скачать приложение. Поэтому сегодня, завтра, если дойдут руки, можете скачать, и мы можем потом обсудить ваши впечатления, вашу обратную связь. Буду рад пообсуждать. Спасибо большое за внимание. Давайте к вопросам. Спасибо, Евгений. Уже есть вопросы, да? Олег Попов, Финспин. Скажите, какие данные вы предоставляете потенциальным кредиторам для оценки риска по заемщику? Мы предоставляем кредитный рейтинг. Давайте я вернусь к этому слайду. Для того, чтобы принять решение поручиться или не поручиться, то есть мы предоставляем основные данные, как зовут человека, где он проживает, сколько хочет взять, на какой срок. И, естественно, можно выбрать, какой суммы поручиться и какая будет ваша потенциальная выгода. И основные данные – это уровень кредитного риска. Вот видите, кредит рейтинг. То есть в данном случае представлена оценочная вероятность возврата этого кредита. То есть там в процентах будет написан дефолт? Да. Скажите, пожалуйста, а какая ценность для поручителя? Собственно, ну то есть было рассказано, что для МФО, что для… Да, да, я говорил, по-моему, вкратце очень, что поручитель будет зарабатывать деньги на этом. То есть в данном случае на картинке, вот видите, вот внизу где 10 долларов, если он поручается 10 долларами, он получает 42 цента вознаграждения. Вот видите, чуть выше профит. Ну вот. Матмодель построена таким образом статистически, что при статистически важном количестве поручительств поручители будут в плюсе. Ну то есть условно ты можешь один раз поручиться, то есть и попасть вот эти вот в 7 процентов невозврата, то есть и потерять свои 10 долларов. Но если ты сделал, скажем, 10-20 поручительств, то есть большой долей вероятности ты будешь в плюсе. А тогда это сильно достаточно похоже на P2P кредитование, если я правильно понимаю. Очень похоже, но с одной лишь… Какая роль здесь, да. Очень большой разницы, да. То, что вообще кредитование, в том числе P2P, оно очень сильно зарегулировано в любой стране мира. То есть это большой комплайенс, представляете, открыть P2P в площадку, скажем, в Штатах, да, то есть или открыть банк. А сфера поручительства, да, то есть она практически не регулируется, да, то есть там в Гражданском кодексе, там России и так далее, это посвящено очень мало, да, то есть и поэтому как бы это дает нам возможность выходить на новые рынки очень быстро. Можно еще обратный вопрос? Здесь, наверное, риски уходят в сторону потенциальных кредиторов, если он поручался на значительную сумму… Потенциальных поручителей. Да, поручителей. А как вы взыскиваете, если у него этой суммы нет? Сервис действует по принципу предоплаты, то есть мы, в принципе, когда проводили пилоты, мы букировали вот эту сумму поручительства на карте, то есть чтобы никто никуда не мог потратить, а сейчас мы пришли к такой модели, что сервис предоплаченный. То есть если ты качаешь приложение, ты регистрируешься и закидываешь деньги сразу на счет, то есть ты закинул, например, тысячу рублей, и ты можешь сделать 10 поручителей по 100 рублей. То есть деньги, они уже у нас, понятно, что мы там ни за кем потом не бегаем. А как вы плачиваете физикам? Платежные системы, все стандартно. Все те же самые, с которыми работает МФО. Еще вопрос. Как осуществляется взаимодействие с заемщиком, который перестал платить? Не вижу вас дела. Я вот сижу, да. Деньги, да, кредитор получил обратно, поручитель деньги свои потеряли. Что с заемщиком дальше происходит? Ну вот на данном этапе, честно говоря, у нас, если вы про взыскание, у нас пока не доросли руки до, собственно, взыскания, но впоследствии мы рассматриваем такие варианты, чтобы на основе каких-то отношений выступать. По гражданскому кодексу, когда поручители гасят кредит, то право требований переходит им. И я думаю, впоследствии мы будем выступать в качестве их интересов, то есть взыскивать это. Но пока до этого руки не дошли. Добрый день. С какими МФО вы работаете? Мы проводим пилоты сейчас. Это достаточно большие МФО. Это Amiga Zyme. Это то, которое я могу сказать. Есть еще две МФО в России, но они пока под идеей. Какие-то цифры можете озвучить? По возвратам, по дефолтности, по удовлетворенности клиентов. А средние цифры, скажем, с точки зрения поручителей рассуждать, средние цифры заработка поручителей где-то около 4% в месяц в среднем. Есть, понятно, те, кто в минусе, есть только в большем плюсе. То есть на среднем где-то чуть больше 4% в месяц поручителям удается зарабатывать. Какие еще цифры? То есть интересные цифры мы получили в плане аппетита к риску. То есть у нас есть 7 основных категорий риска, по которым мы распределяем заемщиков. То есть, скажем, категория А – 93. То есть самое худшее у нас, если мне не изменяет память, где-то вероятность возврата около 70-75%. Это Г. То есть у нас есть А, Б, С, Д и Ф, Г. И, собственно, мы поняли и удивились, что, как бы, ну, понятно, что самая популярная – это средняя была категория, ну, то есть в основном там зацешку поручались хорошо, да, то есть, но вторая популярность – это была самая рискованная категория, Гэшка, да, то есть по которой, как бы, можно было максимально заработать. То есть это очередной раз подтверждаешь, да, что у нас, как бы, люди такие, у них достаточно хороший аппетит к риску, они готовы рисковать, чтобы побольше заработать. Да уже вопросов нет, собственно говоря. Ну, вопрос просто, какой большой трек-рекорд есть по этой системе, то есть тестировался ли он на реальных людях, в России или не в России. И, соответственно, ну, второй уже ответит, да, какая, получается, доходность для этих поручителей. А из этого возникает и от чего оно зависит? Вот у нас в стадии пилота сейчас, я говорю, вот… То есть реальных пока нет, да, цифр? Нет, 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 у нас это реальные цифры в стадии, вот, как бы, те цифры, которые я говорил, это полученные в ходе трех пилотов, вот, а почему я пока не могу говорить, потому что, как бы, ну, кредитный бизнес – это такая штука, да, то есть пока придут винтажи, да, то есть там мы хотим-то подождать, вернее, даже не мы, а партнеры, и потом уже там как-то все-таки какие-то пристрелизы сделать. Это реальные цифры, о которых я говорил, да, то есть там средний заработок, да, то есть там чуть больше 4% в месяц. Мы, в принципе, ориентируемся на такую аудиторию, у которой есть там сбережения, там, скажем, там, 5 тысяч, там, 10 тысяч рублей в месяц, да, то есть и которым, как бы, доходность банковского депозита, она, ну, неинтересна, потому что там, ну, 100 рублей ты там в год заработаешь дополнительно, ну, как бы, что это такое. Вот, а достаточное количество денег, там, скажем, для доверительного управления или каких-то таких вещей, да, то есть как бы, ну, тоже не хватает. Поэтому это такой, как бы, способ заработка дополнительный, да, то есть ты, как бы, можешь там поручаться, да, то есть, ну, и где-то выигрывать, где-то проигрывать. Получается, это все-таки немножко игра для… Угадал, не угадал, да, вот. Ну, я бы не сказал, что это прямо игра, скажем, там, какие-то там, как есть… Все знают эти сервисы, да, то есть туда-не туда, да, то есть это все-таки, как здесь оценка есть кредитного риска, да, То есть у нас есть гайды определенные, где мы говорим, как оценивать риск, что делать, как поручаться, как лучше распределять свои суммы, которые есть. Например, если у вас есть в России сейчас, можно поручаться от 100 до 500 рублей, с шагом 100 рублей. То есть 100, 200, 300, 400, 500. Мы все время говорим, если у тебя есть 500 рублей, ты поручайся лучше 5 раз по 100 рублей, чем 1 раз по 500. Ну то есть вот такие минимальные мы советы даем все равно, поэтому это не ставки точные. Последний вопрос. Зачем привлекать миллион бедных людей, играть в эту игру, если можно при таких выверенных процентах, как 4% в месяц приблизительно, прилить одного большого инвестора или банка, который даже не 4%, а даже 1% в месяц будет согласен инвестировать много-много людей по 100-500 рублей, таким образом диверсифицировать свои риски. Хороший вопрос. Мы ни в коем случае не отказываемся, мы идем к этой истории. У нас по качеству технологий, которую я объяснил примерно, она работает на PDL в рамках 30 дней, потому что есть определенная степень геймификации. Физикам интересно поручаться, когда они будут видеть результат на каком-то обозримом периоде. Им неинтересно получиться на год, когда-то там что-то придет, это не очень история. А когда мы пойдем на более длинные суда, скажем, банковские, либо инсталменты, вот как раз там мы будем привлекать юрлица, фонды и так далее, которые могут поручаться уже какими-то гораздо большими суммами, и соответственно у них уже другие аппетиты и к риску, и к доходности и так далее. То есть им в принципе 20-30% это окей, то есть при приемных рисках пойдут. Мы обязательно пойдем. Там еще в той стороне был вопрос, да? В ком вы сейчас больше заинтересованы, в поручителях или в заемщиках? И порядок цифр, сколько вы готовы за них платить? Мы заинтересованы сейчас больше в заемщиках. Объясню почему. Потому что у нас нет проблемы с поручителями. У нас хоть сейчас и немного поручителей, но вот как я уже сказал, то есть у нас уже появляются юрлицы, которые могут поручаться большими суммами. Поэтому нам не очень важно, сколько у нас физиков. Потому что если, например, инфоошка нам ставит какую-то цель и задачу, то есть мы должны по бизнес-процессу искать поручителей в течение 15 минут, и не больше, потому что нам это важно. Мы просто подключаем это юрлицо к поручительству. И, например, если мы видим, что 14 минут у нас покрыто всего 70%, то есть мы подключаем на автоматическую стратегию, и 30% сразу юрлицо закрывает. Поэтому поручителям не очень важны. Нам интересны хорошие заемщики и афера, и вебмастера не те, которые привыкли работать, займы бомжам или что-то еще такое. А у тех, кто достаточно хороший трафик, в таких заемщиках мы заинтересованы. А порядок цен за таких заемщиков? Давайте отдельно обсудим. Добрый день. А почему вы прогнозируете снижение стоимости леда для кредиторов в три раза? Потому что опров будет выше. То есть в среднем, насколько я знаю, в среднем по рынку, то есть после прохождения антифрода, то есть опрова уже где-то около 20%, то есть остальные не проходят. А если привлекать поручителей, то можно одобрять существенно больше. И вы прогнозируете именно за счет этого рост в три раза? Я прогнозирую, это уже, но реальные данные есть такие. То есть у нас вот эти вот пилоты, которые проходят, мы там сталкиваемся, ну вот примерно вот такая цифра, то есть по первому, скажем, нашему пилоту удалось повысить там с 20% до 45% approval rate. То есть по факту вебмастеру вы платите так же? Ну не мы, а МФО платит. МФО это не мы, да. Но мы представляем как бы сейчас интересы в данном случае. Спасибо большое, Евгений. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ